Вы знаете, я рад. Нет, я очень рад. Ну, вы, конечно, спросите, чему он радуется. Он вам ответит. Он радуется, что вы все здесь. А это значит, что... Этот двор жив. Сегодня у нас в гостях заслуженный артист Украины Виталий Бондарев. Здравствуйте, Виталинки. Здравствуйте. Расскажите, что вас связывает с театром Лонжерон? Вы знаете, в 2008 году в театре Лонжерон, тогда мы еще не знали, как он будет называться, но вышел мой первый моноспектакль по повести Александра Каневского «Теза с нашего двора». Это история маленького одесского дворика. И как бы в программе нашего театра мы решили записать, что отныне все, что касается Одессы, тех авторов, которые пишут об Одессе, те авторы, которые жили в Одессе, эти авторы будут идти на нашей сцене, на сцене театра Лонжерон. Буквально в нескольких словах, может быть, что это за театр такой, театр одесского разлива? Появился он следующим образом. В 2006 году, да, начну немножко раньше, где-то в середине 90-х годов я прочитал, на мой взгляд, замечательную повесть, которая называлась «Майнейм из мани» или «Теза с нашего двора». Я обратил внимание на автора. Автор был Александр Каневский. И на фотографии, которая была на этой книге, на меня глядело лицо знакомое актера Леонида Каневского. Как я выяснил, это был старший брат, очень похожий на Леню Каневского, Александр Каневский. И запала мне в душу эта повесть. Я с этой повестью ходил к очень многим нашим харьковским режиссерам с предложением сделать спектакль. Но по разным причинам они отказывали мне. И вот в 2006 году, то есть прошло уже лет 10, на одном из фестивалей я встречаю театрального режиссера из Одессы, Галину Панибратец. Меня знакомят с ней, она из Одессы. И я говорю, вы знаете, у меня об Одессе есть замечательный материал. И мне бы хотелось этот материал воплотить на сцене. Я еще не знал, как он будет воплощен, что это будет за спектакль, или это будет полноценный спектакль, или это будет какая-то малая форма типа моноспектакля. Мне это было все равно. Мне казалось, что сверхзадача этого произведения и тема этого произведения была необходима в те очень трудные года, когда наша страна была на изломе, на переломе. И вот когда рушились и создавались границы, ведь этот спектакль об этом. Мне казалось так. И Галина сказала, да, я почитаю. И она прочитала, и через несколько дней у меня раздался в Харькове звонок. Она сказала, мы будем работать. И потом она, когда прочитала, что меня поразило, она точно так же почувствовала это произведение. Она спросила, а как вы это видите? Я говорю, я бы хотел рассказать эту историю. Она говорит, я никогда не делала моноспектакли. Но я познакомлюсь с этим жанром театральным и попробую для вас что-то сделать. И вот где-то, наверное, через полгода она обратилась ко мне уже с переработанным материалом. Вы понимаете? И когда я прочитал то, что она проработала, ведь это повесть, это большая повесть, и нужно было из нее сделать компиляцию и вытащить ту тему, которая нас волновала с ней. Я понял, что из этого действительно что-то получится. И вот в 2008 году, 5 сентября, состоялась премьера в Одессе, в Украинском театре. Огромный театр, 700 зрителей было. Большая сцена. И мы сыграли на одесского зрителя тезус нашего двора. В этом городе все мое. И люди здесь мои. И я так заряжаюсь их доброжелательностью, что, кажется, буду жить до 100 лет. Наш двор. Вот знаете, наш двор жил, ну, вот как одна большая многонациональная семья. Ведь в ту пору соседей никогда не интересовало, кто есть кто. Да и, честно говоря, сделать это было довольно-таки трудно, потому что Это певучие голоса, подогретые темпераменты, активная жестикуляция, ироничность и общительность. Все эти общие качества группировали всех обитателей нашего двора в единую национальность. Одесситы. И успех был потрясающий. Я первый раз играл на одесского зрителя. Это совсем другой зритель. Это не наш зритель харьковский, которого я очень люблю. Но одесский зритель имеет свою специфику, дорогие мои. После этого мы решили, что нужно продолжать нашу совместную работу с Галей. И мы стали работать над тем, чтобы искать еще авторов, одесситов, либо тех людей, которые жили. А ведь в Одессе кто только не жил. Боже мой, Одесса. Кто там только не бывал, а если уже кто-то из писателей или драматургов бывал в Одессе, значит, он может считаться, что он автор театра Одесского разлива «Лонжерон». Скажите, а как вы считаете, этот спектакль такой успех имел? Потому что Галина Одесситка или все-таки вам удалось зацепить какую-то струну души одесситов? Вы знаете, мне кажется, тут как бы срослись звезды. Я не сказал. Мы еще... этот спектакль он проехал по многим странам. Не только Европы, он был и в Израиле. Сам автор Александр Семенович Каневский его смотрел. И он везде проходил не то, что на ура, а это было... это было большое... может быть, не очень скромно так говорить мне, но я просто говорю о спектакле. Я не говорю не о себе, а о спектакле. Спектакль действительно получился, спектакль действительно... И он стал такой вот нашей классикой, потому что нас просят... Мы, когда стали ездить на фестивали с этим спектаклем, то нас просят привозить этот спектакль помимо фестивального спектакля, который мы привозим, еще какой-то, просят привезите, пожалуйста, тезу. Вы знаете, с этим спектаклем связано очень несколько интересных историй создания. Там у нас присутствует трико, трико бабы Мани, это ну, женщина крупных размеров, бабы Мани. Так вот, невозможно было нигде найти такое трико, такого размера. И наш художник этого спектакля и Галя по всей Одессе не могли найти. И они прочитали объявление, что в какой-то, какая-то мастерская шьет трико большого размера. И вот они, они поехали туда, их провели, причем это был подпольный цех, где-то в районе немало, и Арнаутская. Их провели и когда открылась дверь, сидела такая больших размеров одесситка, баба Маня сидела. И ну и чего вам надо? Он говорит, нам нужно трико, какого размера? на вас. Деточка, такого трико не шью. Такого трико в природе не. Значит, у нас там, как же она сказала, что-то 34 петли, на меня нужно 34, мы делаем только 32. Девчонки, художница и Галя говорят, хорошо, сделайте нам 32. А это вам точно такого большого размера. Говорят, конечно. И вот я уже приехал на премьеру, меня встречают художница и Галина и говорят, нам нужно забрать трико. Мы едем на Малую Арнаутскую, поднимаемся по старинной лестнице наверх, какой-то дворик одесский, поднимаем и вот так вот стучим. Открывает женщина с ребенком. Вы к кому? Мы к Софье Моисеевне. Говорят, за трико. Мы говорим, да, проходите. Женщина с ребенком нас пропускает по коридору, там такой цех. В этом цеху люди шьют что-то и склад нам выдают. Трико вот такого размера, который участвует у нас в спектакле. Чем сегодня живет Ленджерам? Мы выпустили несколько спектаклей. Мы вернулись сейчас, вот несколько дней назад мы вернулись из Риги, из Латвии. Мы ездили в Латвию и сыграли спектакль по рассказам, тоже моноспектакль, по рассказам одессита Александра Берштейна, который называется «Вы меня улыбнули». В Латвии мы сыграли три спектакля. Один из них был в украинской диаспоре, которая расположена в месте Якобспилс, если я не ошибаюсь. Да, такой небольшой городок, но там большая, самая большая украинская диаспора. И нас очень хорошо принимали украинцы, с украинскими песнями. Ну и спектакль тоже очень хорошо был принят. В этом сезоне мы выпустили тоже моноспектакль по одесским рассказам Бабеля и выпустили комедию, которая называется «За кадриль» по пьесе Владимира Гуркина «Прибайкальская кадриль». Владимира Гуркина вы можете знать, потому что он является автором сценария и автором пьесы «Любовь и голуби». Вот. У нас идет в театре спектакль «За кадриль». Замечательная комедия. Вот она прошла несколько раз. Мы ее выпустили в апреле месяце и она аншлагова прошла несколько раз. В следующем сезоне будем играть «Милости просим». Где, на какой сцене играет театр «Лонжерон»? Мы играем в доме актера. В доме актера и в Одессе тоже у нас есть сцена. Вот сейчас мы опять в июле везем в Одессу Тезу. Попросили Тезу сыграть. И 25 июля мы играем. Ну, хоть прямо в Одессу за вами ездить. Субтитры создавал DimaTorzok